Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Казахстан Тарас» очередной выпуск программы «Грани инвестиционных проектов». С вами Наимбек Багбанов. И хотя сейчас на дворе уже поздняя осень, сейчас в Москве стоит достаточно теплая погода. Возможно, это связано с тем, что по инициативе Минерально-химической компании «Еврохим» в стенах Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова был организован Всемирный форум учителей химии, в котором впервые в истории принимают участие и преподаватели средних школ Таласского и Сарасурского районов. Для чего проводился этот форум и какие знания на нем получили наши учителя, об этом мы расскажем в нашей сегодняшней программе. Международный форум учителей химии – это часть комплексной программы компании «Еврохим» по развитию химического образования и подготовке кадров для химической промышленности. Ведь на уровне средней школы формируется интерес детей к профессии химика, закладываются начальные знания по этому предмету. Поэтому «Еврохим» инвестирует в поддержку школ и подготовку учителей в повышении качества химического образования в регионах присутствия компании. В своем приветственном слове академик Российской академии наук, профессор, декан химического факультета МГУ Валерий Лунин, поблагодарил стратегического партнера химического факультета МГУ компании «Еврохим» за поддержку в организации форума и подчеркнул, что реализация инвестиционного проекта компании «Еврохим» в Жамбулской области есть пример укрепляющегося сотрудничества между Россией и Казахстаном в рамках Евразийского союза, у истоков сознания которого стоял почетный профессор МГУ, президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. 25 лет назад президент Казахстана, выступая в Московском университете на заседании ученого совета на форуме, сказал, что необходимо организовать евразийское сотрудничество. И с этого началось. Оно действительно развивается очень успешно и активно, и Нурсултан Абишевич постоянно уделяет этому внимание. И это очень дорого, я считаю, для нас, и для нашего народа, и для казахского народа. Тем более, что традиционно наши контакты, наши связи были очень прочными. Поскольку химия – ключевая область знания и экономики и для России, и для Казахстана. Огромное природное богатство Казахстана требует развития химии. А развитие химии невозможно без химического образования. Поэтому я поздравляю всех представителей Казахстана с этой замечательной годовщиной и желаю большого успеха. Ну, Аджамбульский регион – это центр химии Казахстана, и я надеюсь, что он будет также успешно развиваться. Это форум первый, который проводит компания «Еврохим» с привлечением педагогов из других регионов своей деятельности. И то, что казахские учителя сегодня участвуют, это очень важно. Общение учителей, а учителей химии особенно, потому что химия в 10-11 классах всего один час в неделю. Ясно, что мотивация у детей к изучению химии не очень развивается при этом. Но общение учителей, их увлеченность предметом и желание обучить этому детей – это очень важно. И всякое общение, оно дает новые знания, новые методические подходы. Поэтому мы очень благодарны компании «Еврохим». Участники форума «Учителя химии» из Жамбылской области Казахстана, а также из Мурманской, Тульской, Ленинградской, Волгоградской областей, Пермского, Краснодарского и Ставропольского краев Российской Федерации ознакомились с работой ведущих научных центров и лабораторий МГУ. Наша лаборатория занимается химическим анализом. Она является аккредитованной лабораторией. Аккредитация в области химического анализа воды, почвы и воздуха. Соответственно, по результатам анализа воды, мы выдаем, что подходит эта вода для питья, либо для технологических нужд. Вода в технологических нуждах тоже требует контроля. Программа форума включала четыре учебные сессии, встречи с ведущими российскими учеными-химиками, ведущими преподавателями Московского государственного университета. Я думаю, учителям важно показать, что такие лаборатории имеются. Потом они своим ученикам покажут, насколько важна, допустим, химия, поскольку все-таки это часть какой-то, начало химии, да, то есть дальнейшая идет химическая наука, а потом разделение на какие-то отрасли. Вот, в частности, антическая химия и вот то, чем мы занимаемся, хроматографический анализ, да, он вытекает из начала химии. То есть важно показать детям, сначала учителям, и как бы определить заинтересованность. Ведь мы ведь тоже когда-то были учениками, да, и нам же так же учителя рассказывали о важности химии. Вот мы вступили на эту, как бы, толпу жизни, пошли по ней и дошли вот до такого состояния. То есть и ни в коем случае, конечно же, мы не жалеем об этом, да, что мы стали такими ценными довольно кадрами. Отделанные деревянными панелями стены коридоров. Здесь буквально все дышит историей, ведь это, пожалуй, старейший вуз СНГ. И в этих коридорах мы встретили нашего земляка, студента 4-го курса химического факультета МГУ Богдана Загребельного. Богдан, как учеба? Нравится? Отлично. Я сейчас занимаюсь активно биомедицинскими исследованиями. Мы синтезируем новый препарат терапии рака простаты. Я думаю, постепенно мы достигнем успехов в этом направлении. Было очень приятно увидеть земляков здесь. Очень неожиданно проходит форум замечательный для учителей, который должен повысить их квалификацию. Я думаю, большой опыт получат и наши жамбулские учителя. И, конечно же, я хочу поздравить всех наших земляков с наступающим 25-летием независимости. Всех вам благ, здоровья и благополучия. Также для участников форума была организована обзорная экскурсия по Москве. Свою работу преподаватели химии продолжили на базе пансионата университет, расположенного в курортной зоне Одинцовского района под Звенигородом и на юго-западе Москвы. Здесь в ходе тематических учебных сессий участникам форума ведущие ученые МГУ рассказывали об актуальных задачах и темах, рассматриваемых вне школьного курса химии и при разборе задач химических олимпиад. Говорилось о новинках технологий мобильного образования и основных направлениях подготовки специалистов различных химических специальностей. Кроме того, в рамках форума состался круглый стол на тему выявления и развития талантливых школьников, будущих участников научно-олимпийского движения. Химический факультет МГУ имени Ломоносова при поддержке компании «Врахим» проводил 13-16 октября международную форуму учителей химии. Тема форума, приуроченного ко Всемирному дню удобрения основе химической науки для школьников. Цель форума – повышение профессиональной квалификации учителей, совершенствование преподавания химической науки в средних школах, обмен опытом. Программа форума включала 4 учебные сессии, встречи с ведущими российскими учеными, химиками и преподавателями-методистами. Я хотела бы поблагодарить нашего стратегического партнера в этом важном деле – компанию «Врахим», которой не безразлична судьба химической науки и образования. Учителя химии надеются, благодаря полученной информации, повысить заинтересованность школьников к изучению химии и выброса соответствующих специальностей в будущем. Предприятие «Еврохим-БМО» оказывает большую поддержку школьникам нашего района. Во-первых, направляет их на Олимпиады, что очень важно. Олимпиада, которая прошла в этом году весной в Москве, вызвала у них огромное желание изучать химию. Поездка оставила самые незабываемые впечатления. Оказывает помощь школам в оснащении кабинетов. Очень благодарна «Еврохиму» за ту поддержку, которую он оказывает школам города, в частности, в нашей школе. И еще в двух школах оборудован кабинет по последнему слову техники. И это очень большое подспорье в нашей работе. Когда учителя горят глаза, когда он все может, все хочет, и это требует подготовки. Если компания «Еврохим» за счет своих финансовых вложений поможет учителю создать вот этот материал, за счет которого он сможет гореть, тогда, конечно, у нас и ученики будут поступать, и компания «Еврохим» будет иметь достойных работников. У меня впечатлений очень много положительных. Те ожидания, которые я для себя представляла, ну, не 100%, но на 99% они сбылись. Поэтому у меня сейчас много идей, с которыми я готова поделиться в своем городе, о которых я готова рассказать, ну и, может быть, что-то даже внедрять. Сегодняшние школьники, выбравшие в будущем специальности химиков, будут очень востребованы на строящихся в Таласском и Сарасутском районах предприятиях компании «Еврохим», а также других промышленных объектах большой химии Жамбылской области. Такая фундаментальная наука как химия постоянно развивается и совершенствуется. И, безусловно, участие жамбылских преподавателей во всемирном форуме учителей химии даст им новые методики преподавания, новые технологии, организации учебно-воспитательного процесса, что, безусловно, позитивно скажется на подготовке жамбылских школьников, особенно тех наших ребят, которые выбрали в будущем для себя профессию химика и в будущем придут на заводы жамбылской большой химии. На этом сегодняшний выпуск программы «Грани инвестиционных проектов» подошел к концу. Всего вам самого доброго. До свидания.